Ну все-таки ядерные ракеты на города США можно было нам нацелить, чтобы они прекратили поставки вооружений? У нас ядерная доктрина есть, доктрина, включающая вопросы применения ядерного оружия, там все четко сказано. Я неоднократно ссылаюсь на этот документ. Все, понял, спасибо. Вот еще ходит много информации в сети интернет по поводу программы «Партнерство ради мира» о статусе их сил от 19 июня 1995 года. Вот очень много граждан считают, что на основании вот этого соглашения НАТО может законно ввести войска на территорию Российской Федерации при определенных обстоятельствах. Вот можете ли вы как-то вот это прокомментировать и рассеять вот эти опасения граждан по этому вопросу? Вы знаете, я думаю, что в основе таких рассуждений является какое-то непонимание сути этого документа. Соглашение между странами-членами Североатлантического договора и другими государствами, которые участвуют в программе «Партнерство ради мира» о статусе их сил от 19 июня 1995 года, подписанное от имени Российской Федерации 21 апреля 2005 года, и дополнительный протокол к нему регулирует правовое положение военнослужащих одной из сторон соглашения, находящихся на территории другой стороны с ее согласия. В соглашении участвует большинство европейских государств, оно служит универсальным стандартом для определения юридического статуса военнослужащих во время нахождения на иностранных территориях, является рамочным, предполагает заключение отдельных договоренностей между соответствующими сторонами относительно направления и приема вооруженных сил в каждом конкретном случае, например, для участия в военных учениях, учебных курсах и других мероприятиях. При этом нашей стороной соглашение не задействуется с 2014 года, после решения Совета НАТО от 1 апреля того же года, приостановить практическое сотрудничество с Россией по военной и гражданской линии. Никаких обязательств нашей стороной документ не накладывает. От него, как говорится, ни тепло, ни холодно. И уж тем более этот документ не подразумевает возможности ввода войск какого-либо другого государства на территорию нашей страны. Вот он умозрительно существует. Но, в принципе, я считаю, постановку вопроса целесообразности нахождения в такого рода документах обоснованы.